здравствуйте всем привет всем наконец-то так соскучился по стримам сейчас я вас всех помню я уже соскучился по стримам соскучился по даче соскучился по работе картинка маленькая потому что качество камеры макбука оставляет желать лучшего чтобы не растягивать я решил вот таким вот образом исхитриться да не не обгорел у меня ничего не болит но я уже коричневый буду еще более коричневым так что ждем как отпуск отпуск хорошо отпуск уже начинает как сказать не надоедать но уже ловлю себя на том что мне днем скучно мне ничего делать я уже все я уже отдохну 38 зрителей а все популярность понимаешь она приходит она также уходит очень быстро и можно уехать на две недели отдыхать и тебя все забудут нет на самом деле 500 зрителей недавно написал парень у которого у нас была взаимная симпатия несколько лет назад начали общаться вот у меня есть подозрение что я ему нравлюсь а я не готова к отношениям да и не хочу начинать романтические отношения именно с ним тогда не начинай если ты не готова и не хочешь то зачем это все когда тебе это будет нужно ты все поймешь и перед тобой не будет стоять таких вопросов как начинать или не начинать отношения ты просто не сможешь их не начать от того что те очень сильно хочется поэтому забей на это ради собственного спокойствия комфортно просто обид человек это будет это будет честнее и благороднее по отношению к нему потому что ты не будешь связываться в отношениях которых которых ты не хочешь в которых он будет чувствовать какую-то проблему и будет думать что что он не так делает это отношение которое сразу на провал обречены и лучше ему от кашель этого всего не будет настя казна мне надо делать патология я смотрю юлика от меня медики смотрят но боюсь его обидеть пиздец а вот только что тебе ответил смотри ты либо его сейчас обидишь либо вы начнете встречаться и потом ты разобьешь ему сердце это как миллион обид что лучше один раз обидеть или миллион раз обидеть хорошего стрима спасибо века мы соскучились как отдых отдых хорошо я вот говорю тепло солнечно я уже коричневый я вам жопу показал чтобы показать насколько она белая по сравнению со спиной но я не готов к такому вот когда обо мне все забудут или наоборот и когда я буду на пике популярности если он еще будет мне кукуха у меня кукуха поедет по одному месту если дальше меня бросить я зарегистрируюсь на он лифанс и там вы сможете посмотреть на мою белую жопу белую волосатую прыщал уже да кто за это платить будет тем модераторов медиков духу я да здорово надеюсь что когда-нибудь в будущем если вдруг что-нибудь с кем-нибудь то я буду стоять в больнице это будет вот так я зайду срочно врача срочно у меня острая диарея и все такие ну и что это блять проблема что ли и врач такой выходит разойдитесь снимает очки такой юлик я всю жизнь ждал этого часа и вылечит меня впереди всех а бабушки со сломанными ногами подождут слышно а можно больше одного кадра в секунду 30 кадров в секунду куда тебе еще больше человеческих глаз только 24 видит кто рыгнул я рыгнул привет маме или муми а май 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 прости маме напутал сколько градусов кто-то спрашивал стабильно от 28 до 30 где донаты нормальные даже миллионы не задонатили да да почему вес репнет его мяча потому что мы с ними больше не работаем а я не знаю нужно ли мне идти в 10 класс или в колледж моя школа не будет пропускать в 10 нужно будет или 2 ходить в другую школу или в колледж не знаю что делать остался год подумать что делать собственно если ты мальчик то делай все что поступить в институт если ты девочка то можешь позволить себе год на раздумья и на отдых если ты мальчик и ты не поступишь после 11 институт да ты пойдешь служить если тебя это пугает то стоит этим заняться я обязана дождаться того момента когда юлик будет на пике популярности каши до план не кажется и ты пиздец сгоревший здорово давно не виделись смотри я не сгоревший у меня видимо есть какие-то корни у меня 3 фенотип кожи это значит что у меня кожа легче относится к солнцу чем 1 2 фенотип у меня темные волосы темные глаза и немного смуглая кожа поэтому я но не то что я не сгораемый как 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 в каком-нибудь кто хочет стать миллионером но я легко нахожусь на солнце при уэф 11 сегодня я ну прям под открытым солнцем провел минут 40 даже чуть больше наверное я не сгорел может потому что кожа уже привыкла за неделю с лишним может потому что солнце не так сильно меня жарит но вот как вещь не сгорел это все коричнево это неправильно отношения уже загорел я уже коричневый я прошел ту стадию когда у тебя все болит в этом не повезло хочу стать блогером как думаешь хорошая ли идея начать с нарезок чтобы понять как все работает теги название так далее тяжело судить но я не знаю ни одного наречка который стал видеоблогерами но который именно лицом светил вилкой в глаз вот замечательный канал очень хорошие нарезки делает но там у человека чувство юмора видимо хорошо работает это видно по роликам может он с лицом бы чего-то добился мне кажется это лишняя прокладка которая тебе не нужна сразу снимай себя как можно общаться с хованским если он считает что такие как даша пища антидепрессант убивают животных да очень просто юра всегда говорит не подумав просто в этих голосовых перепутал теплое с мягким все в одну кучу свалил и антидепрессанты антипсихотики и транквилизаторы и шизофреников и невротиков и людей с тревожностью просто все в одну кучу смешал и просто не понимает о чем он конечно это делать с полной уверенностью но это юра к этому можно было привыкнуть за 12 лет просто он в этой теме не разбирается много говорит так будто разбирается никто конечно собак не убивает не кто-то наверное убивает собак те люди у которых проблемы но болезни психики они разные бывают и антидепрессанты разные бывают есть жесткие есть легкие ну короче это огромная тема и огромную категория в которой не я не тем более юру не разбираются юлик теперь самый черный из питерской тусовки это еще не предел я хочу загореть намного больше я хочу быть прям коричневым заняться культурной апроприацией известно что-то по ждулю по жду лим ты хотел сказать шоу на телеканале юг ничего не известно но я честно не не спрашивал ни у кого так мой вопрос ничего и не изменит просто буду надеяться что скоро выйдет и мы с никитой обязательно снимем реакт на жду лень при плюнь стефана но я скорее рак же заработаю чем при плюну стефана по ходу это либо камера либо освещение но ты красный как лобстер как отдых не надоело надоело слушай лицо наверное немного красного но она под вечер всегда так она вечером да ну она красная но с утра но уже меняется это становится коричневым но меня этот оттенок не устраивает поэтому я иду еще загорать и она опять под вечер становится красным но это не болезненная краснота то есть я спокойно касаюсь никаких волдырей никаких прыщей ничего нет просто красная кожа юлик wings будет или нет на самом деле сериал огонь мы посмотрим с антоном первую серию а там как пойдет будут просмотры и будет ли это интересно надеюсь что будет интересно надеюсь там есть чего покринжевать я долго не могла решить куда идти после 9 в 10 или техникум в итоге пошла в 10 считаю что свершила ошибку считаю что свершила ошибку ибо нет желания учиться конкретно в школе всяким ненужным предметом натерпелось так сказать ну ты 10 лет терпел и учила ненужные предметы но все-таки один годик остался я думаю стоит еще потерпеть тем более ты сейчас ничего не теряешься нет альтернатив а я и так 1280 720 передаю куда еще качество менять в 480 моя семья меня обосрала за мой ник они устроили мне огромный скандал за то что я называлась я сынина и теперь меня узнают под этим ником замечательный ник вы знали что собак вы знали что свиньи умнее собак они также поддаются дрессировки у них такие же умственные способности в чем-то даже больше чем у собак а мы их жрем я думаю если мы едим свинины мы должны принять то что собак есть культурно это это тоже приемлемо если для нас приемлемо есть свинина я просто вчера об этом думал если дано нас приемлемо есть свинину бекон мы конечно не сами свиньи убиваем не сами их режем и потом мясо разделываем кровь сливаем но мы едим бекон мы едим его в бургерах мы едим его с яичницей и не думаем то сами на вкусную так и собачатина вкусно это не знал охуеть какая вкусная и просто так бы собак не жрали спасибо на ним и как то так как то так а а они умные как собаки они не милые конечно как собаки но мало кто из нас станет есть собаку а свинина станем потому что она не мило потому что у нее нет бровок она не может сделать вот так как собака все что она может это и жрать по моему это 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 несправедливая мне как-то это это странно что так получилось либо давайте закончим жрать свиней либо давайте начнем жрать собак либо хотя бы умственно для себя примем и смиримся что собак есть нормально я не смог принять но и отказаться о цене тоже не могу но я думаю об этом в одном из вариантов агэ был текст про свиней там чуть не зарезали боровика но матрос последнюю секунду спас видимо хорошо что бим сейчас этого не слышит после единства ушла в колледж на фельдшера и не жалею считаю что это очень благородно ненужная профессия меня правда не понимают бывшие одноклассники говорят лучше бы в вуз ушла главное чтоб тебе нравилось они что люди говорят а то с ума сойдешь свинья может съесть человеческое тело главное зубы выдернуть на чтобы не осталось улик так и ты думаешь собаку есть человеческое тело если ты живешь собакой ты умрешь собака может и будет грустить но когда она захочет кушать она тебя сожрет она не будет стоять и такая нет я не могу но я должна иначе я умру от голода это тяжелая для меня тяжелый для меня поступок я должна переступить через себя чтобы и вонзить зубы в своего хозяина и напитаться его плоти это это выходит за за рамки моего понимания это выше моих сил но тут либо я либо моральная сторона вопроса нет захотела кушать он мягкий круто вкусно съел бы биму ради спасения всех свиней нет нет конечно ради спасения всех людей да конечно любая человеческая жизнь дороже любой животной жизни ты не задумывался что сейчас загоришь а потом захочешь сбрить усы а под усами будет светлая кожа она сто процентов там светло даже под этими волосами кожи светлые когда я постригусь по приезду него здесь будет коротко и эти части головы будут белые и я думаю это будет очень странно я когда в армии служил по выходным подрабатывал на охране меня послали в плюс 42 на 10 часов на открытую парковку я даже не знал что 21 я все еще смогу плакать от воли и у тебя никакой возможности как бы укрыться от чем но там тепловой удар наверное тебе хуев не только от солнца еще еще и от жары было пиздец какой-то это в израиле так и как ты как ты не откинулся акклиматизация тяжело будет проходить когда домой вернешься или норм я думаю нет мнения с этим проблем наверное акклиматизация это а более долгих перелетах но я с таким не сталкивался но из теплого в холодное причем не конечно будет не очень но это нивелируется тем что новизна какая-то будет потому что я к жаре уже привык и холодный климат у еды будет по интересному все в новинку привет юлик в первую очередь спасибо за контент вопрос планируешь переезжать в чехию живу тут уже три года очень нравится пока не знаю пока не знаю ты когда домой я домой второго числа но я еще задерживаются москве и только потом поеду в питер так что пока не знаю насколько я задержусь потому и не знаю насколько я задержусь питере пока ты отдыхаешь кузьма и антон тоже усы отрастили учет не заметил что понюска отрастили но было бы классно если бы мы все были усатыми такая банда высочей была бы. Очень мило. Привет, Юлик. Не могу определиться уходить после девятого и поступать в Питер в художественное училище. Возможность есть или идти до конца, а дальше отучиться в городе на дизайнера. В будущем хочу в Питер. Ох. Иди в училище. Вот так легко я распоряжаюсь чужой судьбой. Иди в училище. Не переживай. Все будет хорошо. Привет. Накатила грусть. Накатил и я. Привет, Васян. На прошлом стриме спрашивал про девушку. У меня жена и дочь. Работы до сих пор нету. Ответил на все донатом. Так как в чате писал, ты не увидел. Васян, скажи, пожалуйста, какой у тебя ник в чате. Я его запомню и точно не буду пропускать. Буду стараться его выхватить. Очень плохо, что работу не можешь найти. Пробуй учиться чему-то с компьютером. Я не знаю, в фотошопе что-нибудь хотя бы делать. Научиться можно по... Если у тебя есть доступ к интернету, ты можешь чему-то научиться на Ютубе. Я понимаю, что это не хочется. После 20 с лишним уже вообще не хочется воспринимать никакую информацию, но ты можешь чему-то научиться и делать хоть что-то за какие-то деньги. На всяких фриланс-сайтах есть всякие предложения от людей, которые в интернете вообще ничего не понимают. И в программах тоже вообще ничего не понимают. И за очень простую работу по типу не знаю, сделать какой-нибудь баннер с простейшей анимацией, они могут платить там по 500, по 600 рублей. Ну, по 200 рублей. Но можно брать количество. Таким образом набивать ну, какие-то деньги. Привет! Ну как, если честно, действительно там рай на земле или дома на диване лучше? Дома на диване хорошо, и тут хорошо. Тут рай действительно, но для меня, потому что я жару легко переношу, это идеальный для меня климат. Даша очень тяжело тут находиться долго, да и недолго ей тут тяжело находиться. Ей очень жарко, ей очень душно, а я себя чувствую здесь прекрасно, как будто какие-то медицинские процедуры прохожу. Я просто сижу целыми днями на улице, и мне не жарко. Мне просто тепло, просто хорошо. И солнце не слепит, ну как, слепит, конечно, я в общем... Солнце меня не заебывает. Вот если в Питере была такая погода, я бы, наверное, был самым счастливым на свете человеком. Тебе там не скучно одному? Ну, первые дни пять я просто отдыхал, просто ничего не делал. Было вообще не скучно. Сейчас скучно, да. Начинает поднадоедать. Но это... Это меньше из зол. Больше из зол это холодное свинцовое небо Питера. Так что... За счет того, что здесь очень солнечно, мне очень хорошо. Но скучно пиздец уже в последнее время. Почему? Я вчера набила свою первую татуировку и захотел этим с кем-то поделиться. Кстати, твой фон чем-то похож на фон Гены Горина. Удачного стрима. Спасибо! Стрим называется Юлик отпускной. Да. Да. Поздравляю тебя, Кристина Громуш, с татуировкой. Покажи нам его в донаты. Здорово, ты молодец. Опиши, что набила. У меня буквально точно так же. Списали 200 рублей, а донат не дошел на прошлом стриме. Очень плохо. Очень плохо. У меня такое было с Габзавром. Я ему как-то донатил, но не всегда донаты доходили. Мне вот тяжеловато в Питере. Я где-то... Ну, за последние годы я понял, что Питер это не место для жизни. Это плохой город для жизни. Я бы не хотел там жить. Мне очень нужно солнце. Но он для меня не подходит. Для кого-то, может, подходит и кому-то нравится. А, о том, что Питер это не место для жизни. Но там... Все, вся моя жизнь в Питере, поэтому я не могу... Просто... Ой, перееду в Сочи, буду жить в Сочи. Нет, так не получится. Все-таки люди для меня важнее, чем солнце. Почему не место для жизни? Не потому что там холодно, там сыро, там депрессивно, там нет зимы, там есть холодная грязь, там нет нормальных времен года, там осень по 4, по 5, 6 месяцев, там мерзкий дождь, там свинцовое небо, как я уже говорил. А для меня солнце очень важно. У всех людей в России недостаток витамина D, а у жителей Питера, ну, наверное, в отрицательном количестве. Если взять всех жителей Питера и скинуть их на солнце, солнце потухнет. А люди просто... Блядь, наконец-то! Все впитают. Поэтому это не место для жизни. Потому что жить там очень тяжело, если тебе нужно солнце. Если ты из Якутии, то, наверное, тебе будет норм. Тебе будет темно, но норм. А, плюс еще Белые ночи. Это ежегодный спонсор вашего сбитого режима. Да и у вас, в принципе, там не сможет быть нормального режима, как раз из-за того, что вы отдыхать там нормально не сможете. Я не говорю, что это худший город на свете. Это замечательный город, с замечательной архитектурой, с интересными людьми. Но конкретно мне это серое небо уже острочертело.